Наруто Онлайн Наруто Онлайн Наруто Онлайн Наруто Онлайн Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проснись! Прошу! Пожалуйста, очнись! Очнись! Голова болит... Словом, боком ты наконец очнулся! Сделай что-нибудь! Чего ты ждёшь? Что сделать? Кто ты? Тебе за спиной! За спиной? Стена с шипами? Что не так? Там-то и дело! Что стена движется? Стена движется? Твою мать! Она становилась... Какого чё-то? Выход! Где он? Это бесполезно! Дверь не открыть изнутри! Чёрт! Я не могу выбраться! Я думал, что ты что-нибудь придумаешь! Нам остаётся только ждать нашей смерти! Кто ты такая? Что тебе нужно? Это не смешная шутка! Выпусти меня сейчас же! Девушка! Прости! Ты тоже жертва? Да! Мы не собрали телефон! Такую ужасную погоду! Никто не придёт нас спасать! Стена продвигается вперёд! Каждые пару минут! И ещё немного! И она нас убьёт! Успокойся! Если мы будем паниковать, нам никто не поможет! Послушай меня! Мы сами по себе! Что бы ни случилось, нельзя терять на тишту! Около тебя лежит топор! Разбей, ставь мне окна! Ты сможешь сбежать! А кто? В моей комнате нет окна! Нет окна? Дай мне топор! Когда я выберусь отсюда, я вернусь за тобой! Это ведь... Смертный приговор! Что? Ты обещаешь вернуться за мной? Обещаешь, что не остаёшь меня здесь? Иначе мы умрём здесь вместе! Пообещай! Иначе... Иначе мы умрём! Я клянусь! Я... Нингьюан, клянусь! Что не оставлю тебя здесь! И я не сбегу! Если я нарушу свою клятву... То пусть я умру жуткой смертью! Хорошо! Я пообещал! Дай мне топор! Иначе мы... Он застрял! Я так умно оттяни! Я тяну! Он не двигается! Стой, это так не работает! Ты можешь расширить проём со своей стороны? Я попробую! Что случилось? Этот звук... Неужели... Как так? Эта стена... Не из гранита! Успокойся уже! Я не могу думать, пока доревёшь! О чём ты думаешь? Через десять минут... Мы превратимся в соус без бангетти! Антин удар на топори уже разлом! Я не могу даже поцарапать эту стену! Я ведь ни разу не целовалась даже! Это просто! Закрой глаза и встань в проём! Размечтался! Кстати, как ты тут оказалась? Ты помнишь? Откуда я знаю? Я уснула в метро и проснулась уже на этой кровати! Я ничего не сделала! Кто мог со мной так поступить? Кровать? У тебя там металлическая кровать? Есть идея! Сломай кровать и дай мне металлический пруд! Я могу попробовать сломать ставни! А как же я? Как ты спасёшь меня? Посмотри на крышу, она деревянная! Я заберусь на крышу и сломаю её! Ху торопись! У нас нет времени! Доверься мне! Доверься! Тебя зовут Нигуян, да? Прошу, не оставай меня здесь! Иначе мой дух будет преследовать тебя! Расслабься! Мне можно доверять! Поднажми! Получилось! Получилось! Почему стена движется? Нигуян! Не оставай меня здесь! Нет! Ты остаёшь меня умирать! Бросай меня! Нигуян! Сэн! Что случилось? Нужно быть аккуратнее! Лодыжка болит! Ты ведь спортсмен! Су-цэн! Сюда! Я иду! Что случилось? Как-то повредил ногу! Всё ради этого! Я нашёл цветок в эту холодную зиму! Я подумал, тебе понравится! Су-цэн! Ты ведь спец по терапии! Ты ведь умеешь делать массаж! Ты нашла все эти травы в снегу! Невероятно! Ты куда лучше наших врачей! Мой отец выдающийся врач! Я научилась этому в 10 лет! Су-цэн! Мрадонг! Фан-фан! Вы вернулись! Су-цэн! Поговорим снаружи! На юге тоже очень много снега! GPS не ловит сигнал! Станция, возможно, завалила снегом! Дорога, которую мы нашли с Фан-фаном, тоже завалена снегом! А что же нам делать? Мы и встретили по дороге местного! Может, он позвонит кому-нибудь? Тому старому охотнику около 70 лет! Ты хочешь надеяться на него? Су-цэн! Может, обсудили это! Мы дадим способ спуститься с другой стороны! До того, как у нас закончится еда! Погодите! А как же Циан? Он повредил ногу! Успокойся и послушай! Если мы будем ждать, никто из нас не выживет! Мы должны его оставить и вернуться за ним потом! Так не пойдет! Он ранен и беспомощен! А что если... Или так, или мы все умрем! Все из этого глупого цветка! Ты ведь говорила, что он тебе не нравится! Не в этом дело! О чем вы там спорите? Я все слышал! Вы хотите оставить меня здесь? Я всего лишь ранен! Я не умер! Фан-фан! Мы учились 10 лет вместе! И ты так со мной поступишь? И ты, братец Донг! Мы ведь в одной команде! Это не так, Циан! Они просто волнуются! Нет, мы приняли решение! И раз ты нас слышал, мы не будем ничего от тебя скрывать! Одна потеря лучше, чем ничего! Мы не такие жестокие! Это ваша половина припасов! Мы уходим! Су-цин! Ты действительно не хочешь пойти с нами? Не говори со мной! Не хочу нагрубить! Надейте, что мы найдем команду спасателей! Все в порядке! Ты скоро сможешь ходить! Не нагружай сильно ногу! Еды осталось немного! Нам нужно будет ходить утром! Спасибо, Су-цин! Если бы не ты, я мог бы умереть! Ты не такая, как те двое сволочей! На самом деле, они в чем-то правы! Я могу помочь тебе, оставшись! Они ничего не смогли бы помочь! Они пошли искать спасателей! Это лучше, чем оставить здесь и ничего не делать! Я успокоилась и простила их! Мой отец много рассказывал мне о своем прошлом! Он говорил, что когда дело касается выживания, за все поступки нас простят боги! Су-цин! Ты такая милая! У нас мало еды! Уже темнеет! Куда ты пойдешь? Я найду каких-нибудь трав, пока еще не совсем темно! Су-цин! Если мы выберемся отсюда, ты станешь моей девушкой! Прости! Прости! Спортсменам! Я предпочитаю умных! Прости! Циан! Смотри, что я нашла! Циан! Циан! Сволочь! Сволочь! Все парни одинаковые! Их заботят только они сами! Все они сволочи! Эй! Эй! Глупая девчонка! Ты можешь перестать истерить? У тебя дурный характер! Я ведь пообещал, что сдержу слово! Скорее! Чего ты ждешь? Все в порядке. Ты спасена. Спасибо! Я думала, мне конец! Я думала, ты не вернешься за мной! Прости! Я так взволнована! Ничего! Прости, что не поверила тебе! Не проклинала тебе! Меня зовут Су Цин! Я учусь на втором курсе! А ты Нинг Юан? А куда ты? Нинг Юан? Су Цин, ты? Да! Посмотри вокруг! Что за черт? Где мы? Прыгай! Я тебя поймаю! Тебе бы похудеть! Прости! Так, значит, это маяк? Тут высоко! Как мы спустимся? Сюда! Мы можем спуститься здесь! Возьмите трубу! Раз! Два! Три! Это сильное! Я пойду первым! Следуй за мной! Не спеши! Смотри под ноги, поняла? Поняла! Нехорошо! Что? Не хватает пора ступенек! А что же делать? Придется прыгать! Прыгать? Ты шутишь? Не надо! Нинг Юан! Нинг Юан! Прыгай! Я поймаю! Не страшно! Не бойся! Я здесь! Я прыгаю! Ну что? Я же сказал, все хорошо! Он хочет прикрыть меня! Я так устал! Я не чувствую сил! Будто мое тело связано! Позор! Неужели Нинг Юан убьет вот так? Может, это моя судьба? Умереть вот так в вате? Надеюсь, боги мне все простят! Ты прости! Нинг Юан! Очнись! Ты в порядке, Нинг Юан! Он очень сильно ударился головой! Нинг Юан! Не смей умирать на мне! Что я буду делать в этом богом заботом месте с тобой! Ты сказал, что не бросишь меня! Он обещает, что ты не умрешь! Я устала! Ты хоть знаешь, какой ты тяжелый! Комната в маяке? Там безопасно? Тут никого нет? Как темно! А хватит думать! Просто действуй! Здесь кто-нибудь есть? Кто здесь? Не отвечает! Может, это призрак? Как страшно! Выключатель? Он работает? Он работает? Ого! Китаянка? Здорово! Вы говорите по кита... Замри! Ты думаешь расслабиться, потому что ты девушка? Не стоит меня недооценивать! Назад! Опусти этого парня! Назад! Тебе ясно? А сейчас отвечай на мои вопросы! Кто вы? Что это за место? Как я сюда попал? Я... Заткнись и дослушай! Перебьешь меня и последуешь за он тем парнем! Хорошо! Кстати, откуда здесь эта музия? Я не знаю! Я ничего не знаю! Ты мне врешь? Тебе посладко и чай? Ты не оставляешь в ней выборы! Я знаю, как с тобой разобраться! Меня зовут Суцин! Я обычная студентка! Я тоже как и ты очнулась здесь! Я не понимаю, о чем ты говоришь! Не веришь мне? Спроси у Нингьюана! Мы вместе сбежали с крыши маяка! Он ранен! Позволь ему помочь! Помочь? Да! Я изучаю медицину! Кто он, этот Нингьюан? Не знаю! Мы только встретились! Хорошо! Я сам у него спрошу! Пока я буду задавать вопросы, одно только слово, и я его убью! Поняла? Нам без сознания! У меня есть способ привести его в чувство! Говори, как тебя зовут? Ты кто такой? Ты шутишь? Это я задаю вопросы! Посмотри, ты знаешь эту девушку? Девушку? Кого? Я никогда ее раньше не видел! О чем ты говоришь, Нингьюан? Мы спасли друг друга там на крыше! Заткнись! Ты, кажется, забыла наш уговор! Сама виновата! Нет! Нет! Это верно! Нужно соблюдать правила! Только что было первое предупреждение! Если еще раз нарушишь правила, то будет наказание! Не надо! Я не видел! Я правда не знаю! Почему? Почему Нингьюан говорит, что не знает меня? Неужели у него есть какой-то умысел? Я хочу домой! Какой ты шумный! Прямо как ребенок! Ребенок? Тут Нингьюан и... Это слова двух разных человек! Заткнись! Хватит кричать! Красавица! То, что ты говоришь, не совпадает! Как ты объяснишь? Когда я тебя спрашиваю, можешь говорить! Ясное дело! Он только что вместе со мной упал в море с высоты 30 метров! Чтобы защитить меня, он использовал свое тело и получил большую часть удара! Тогда он, кажется, вошел в воду затылком! Я подозреваю, что из-за повреждения мозга нарушилось сознание и память и личность! Возможно, получила повреждение функциональная часть! И сейчас... Сейчас должны быть симптомы распада! Стоп! Какого черта? Ты ходишь вокруг да около! Можешь говорить, чтобы обычные люди могли понять! Это обычно называют амнезией! Ты считаешь меня трехлетним ребенком? Амнезия? Думаешь, обдурить? Хочешь вывести меня из себя? Это правда! На этот раз Хэйчан, чтобы разобраться со мной нанял ненадежных! Я отклоняю это тупое разъяснение! Не надо! Мы никакого качания не знаем! Моляю, как заставить тебя поверить? Прошу тебя! Ладно. Дам вам последний шанс. Считаю до трех. Используя одну фразу, объясни мне. Вы двое впервые встретились. Так почему он, жертвуя собой, спас тебя? У тебя один шанс, одна фраза. Если ты начнешь не парить мозги про любовь с первого взгляда, я сразу же сделаю ему больно. Подожди! Одна фраза! Ты с одним раз не объяснишь! Давай. Крышка. Можно здесь умереть. Никто не узнает. Сейчас 10-20 лет с по-невому не имеешь. Подожди. 10-20 лет? Три. Время вышло. Виноват, неудачник. 10 или 20 лет? Вам еще не до 30 лет. Так дайте мне спросить одно. Свой самый старый знакомый друг. Как долго ты его знаешь? 10 или 20 лет? Самый старый знакомый? Если считать другого детского дома, то 25 лет. Это что, твой ответ? Нет. Это мой ответ. Если вы считаете, что человек не может пожертвовать собой ради спасения незнакомого человека, если так много времени не ты знаешь того, кого ты пойдешь спасать от единственной нормы, тогда эти друзья с детства в приют, и каждый ради твоего спасения пожертвовать своей жизнью. Разве если каждый знакомый друг жизни сможет ради тебя пожертвовать собой? Тогда с какой стати ты говоришь, что совсем незнакомый человек не может пожертвовать собой, чтобы спасти тебя? Как минимум я смогу. Я спросила каждый из них. Хватит. Ты, женщина, все время не соблюдаешь правила игры. Братик Джи Ян, пошли быстрее! Ай-ой! Фэй-шай! Что с вами? Хай-чай! Что ты с ними сделал? Глупая женщина. Если я скажу тебе, что мои друзья готовы пожертвовать всем, то у тебя еще есть что сказать? Нет. Очень жаль. По правде не все могут это сделать. Поэтому я не могу тебе возражать. Ты выиграла. Хорошо. Можешь помочь ему. Горькая правда в том, что я все равно не доверяю вам. Ты еще помнишь меня? Ни-нянь. Ты говоришь, я спас тебя. Использую очень смелый умный способ. Затем самоотверженно прикрыв тебе вместе упали в море. Прости, совсем не помню. Мой язык плохой, и используйте меньше прилагательных. Ты правда ничего не помнишь? Неудачник, последнее, что ты помнишь. Что это? Наказание от учителя за то, что на уроке пятого класса с локсиком смотрели плейбой. Типа раннее развитие. То, о чем ты говорила, правда этот придурок все сделал? Перед тем, как потерять память, он выглядел очень надежно. Ну что же нам сейчас делать? Почему ты закрыл глаза? Что-то с глазами? Нет, его глаза в полном порядке. Неудачник, открой глаза. Нет, я не могу смотреть на такого, как ты, иначе можешь убить. Много ты понимаешь. А ну-ка, открывай глаза или зарежу. Не надо, я открою, открою. Красавица, ты что делаешь? Посмотрим, здесь так сложно. Так почему здесь такой труп? Может, остался мумий? А этот труп оставили здесь давно. Почему ты не боишься трубам? У меня на институте насмотрелось, так же мой врач-отец. И дома многие книги были с картинками. Видимо, придется проверить этот труп. Неудачник, помоги. Хорошо. Без внешних повреждений не определить причины смерти. Похожие из флота. Может, снять одежду и проверить? Это... цифры. Эти цифры имеют какой-то смысл. Ничего не понятно. Может, сможем что-то придумать? 0, 8, 3, 4. Не понимаю, мозги вынесутся. Кстати говоря, а как тебя звать? Как ты сюда попал? Меня зовут Хэ Джи Ян. Зовите братья Джи Ян. Был с братом Восточной Федерации, и власть захватили иностранца, и несколько дней назад в тайне сел на корабль и сбежал. А вы? Меня зовут Цу Цзинь, из материкового Китая. Братья Джи Ян, ты плыл на корабле, но я уснулся в метро, а проснулся уже здесь. По-моему, та сволочь, с кем я плыл, наткнулся на береговой охране, и чтобы спастись, бросил меня здесь. Тогда на корабле я видел контейнер, возможно, в них перевозили вас. Та сволочь продаст все что угодно. Вероятно, вы были его товаром. Вот как? Думаю, что не так, братья Джи Ян. Нянь. Сестра сказала, что мы были брошены в гранитных комнатах. Если бы торговать с людьми спасался, то точно не стал бы делать такую бессмысленную вещь. Если бы смотреть на этого мертвого дядю, на его теле цифры похожие на фото. Я думаю, что это похоже на игру квест. А? Игра? Если так говорить, то вспомнив здесь наш пройденный путь, по посту выход из комнаты. Это еще что? Это как рискованная игра в реальной жизни. Очень популярна сейчас у молодежи. Можно пройти, если найти в башне подсказки. Мы должны их найти. Бесполезно. Лестница, которая за дверью, я уже проверил. Она разрушена. Лестница, по которой вы говорили, тоже сломана. Видимо, этот маяк уже без подсказок. Вот как? У хитрого есть бумажка. Что это? Дай посмотреть. Что это значит? Это место. Похоже на маяк, где находимся мы. А где эти места с зацепкой? Еще один маяк? Ну, эти другие знаки, что это значит? Это выглядит так знакомо. Кажется, я эту карту уже где-то видел. Я точно не помню. Эй, что ты имеешь в виду? А ну объясняй. Не знаю. Моя голова болит. Ты издеваешься? Не прикидывайся, сволочь. Не бей его, он болен. Не надо так с ним. Не-не-не-не, ты в порядке? Ты что-то вспомнил? Поговори с сестренкой. Нет. Голова болит. Как вспомнит, то болит. Эта карта, я где-то ее видел. Кажется, когда-то кто-то ее рисовал. Я был рядом, но почему? Не можешь вспомнить, и ладно. Не надо заставлять себя. Голова болит. Как тен. Как тен. Совсем нетрусливый красавица, копающийся в трупе, и неудачник, прикидывающийся дураком. Эти двое люди хайчая. Эти двое люди хайчая. Эй, просыпайтесь. Уже день, а вы еще не встали. Мы готовимся к отъезду. Отъезду? Куда? Направимся к отмеченному маяку. Не важно, что за человек, а почему он бросил в этом чертовом месте. Я думаю, что нас что-то ждет в отмеченном месте. О, круто. Словно экспедиция. Но мы девушка и раненый. Дороге, не будет проблем. Ты не ошиблась. Я с вами еще не обсудил. Давай проясню. Я не доверяю вам, особенно этому неудачнику, прикидывающемуся дураком. Согласно правилам жизни, когда нету закона, смотрят на тех, у кого кулак сильнее. Начиная с этого момента, вы, мои рабы, должны безоговорочно подчиняться мне. Если посмейте сопротивляться или же станете мне бесполезны, я не стану колебаться и убью вас сразу. Уяснили? Стойте, остановитесь. Есть проблема. Что такое? Что там наружу, братец Джи Ян? Ловушка. Сверху следы крови. Но не знаю, человека это или животного. Что думаете? Во всяком случае, здесь нас не трое. Это хорошо. Если вы лечим попытчиков, то будет легче выходить из проблем. Слушай, красавица, ты выросла в теплице? В этом месте, без еды и питья, ты поверишь чужаку, которого никогда не видела? Тот, кто сделал эту ловушку, должен быть непростым опасным элементом. Как минимум, может дыхово зарезать или сделать завтрак. Ради выживания люди на все готовы. Если ты будешь такой наивный, то быстро станешь пищей без остатка. Тогда что мы будем делать? Во-первых, мы не можем ходить в открытую. Если найдем следы других людей, надо немедленно скрыться. И осторожно наблюдать за ними. Противник неизвестен, и мы не можем доверять всем подряд. Пища, вода и информация являются ценными ресурсами. А вы, двое рабов, должны скрывать и собирать их. У каждого в день будет определенная норма еды и воды. Конечно, являясь рабами, вы можете рассчитывать половину нормы от хозяина. Половину нормы? Есть претензии? Может быть, что вы ведут религи борьбу за ресурсы. Лучше заранее прикончить вас. Запомните, правила этого мира всегда устанавливают сильнейшие. А сейчас ответьте мне, вы поняли? Поняли. Сетра. Не-не, Ань, ты вернулся, как успехи. Я нашел очень много неизвестных ягод. Это горная зелененька. А ты, сестра, не собирай грибы. К тому же, дополнила лекарственные травы. У этого горного гриба хороший вкус. Сетра, смотри. Это кролик. Он убежал. Не пугай его. Коротенок, возвращайся домой к маме. Что я требовал вас доказать? Совсем беспомощно, еще и беспокоится за кролика. Либо ты съешь его, либо тебе съедят другие. Я там нашел пещеру. Поедим там. Неудачник, разожги огонь. Хорошо. Как же я наелся. Красавица, иди с аберритом травы, и сделай мне кровать. Неудачник, и напрягайся, пусть идет красавица. У тебя особое задание. Подойди ко мне. Хорошо, неудачник. Поешь немного. Я могу поесть? Конечно. Мужчины должны есть много, чтобы быть сильнее. Хорошо. К тому же у тебя еще есть задание охранять здесь. Если кто придет, дай знак. Я пойду помогу красавице. Может мне тоже помочь? Не надо. И еще. Не важно, что произойдет, не смей входить. Иначе я убью тебя. Понял? А, да. Хм. Сестра? Что произошло? Неужели братец Джиен выйдет сестре? Не кричи. Надеюсь, что тебя кто-то спасет. Не надо. Отпусти меня. Не надо. Отпусти сестру. Быстро отпусти ее. Неудачник. Я ведь говорил тебе, что если войдешь, я убью тебя. Нет. Нет. Быстро отпусти сестру. Не, не ваня. Неудачник. Хочешь умереть? Я говорил тебе, что если осмелишься войти, то сдохнешь. Сердце ушло в пятки. В настоящий момент ее дрожал. Но ни в трех моментах. Даже если сердце ушло в пятки. Даже если дрожишь от страха. Даже если не хочешь. Ты должен это сделать. Потому что... Мы товарищи по команде. Товарищи по команде? Верно. Команда. Специализация брата — это боец. Отвечает за атаку, наносит повреждения. Еще берет на себя работу ДПС. Сохранить физическую силу крайне важно. Специализация сестры — это лекарь. В таком положении можно сказать, что она важнее бойца. Без выживания нет ДПС. Я же РЛ, хотя урон невысокий, но занимает центральное положение. Это очень важно. Высокая степень сложности. Если допустить ошибку, то группа погибнет. Холодность просто недопустима. Поэтому, видите, как боец атакует лекаря, как можно просто сидеть? Что ты мелешь? Твою мать, слабоумный! Что за специализация? Ты играешь в игру? Боец, лекарь! Ты играешь в дочке матери? Я что, должен учить слабоумного? В этой пещере смердит, оставайтесь тут сами. Я ухожу наружу. Вы двое, дайте мне отдохнуть. Ты куда, братя Чжи Ян? Не твое дело. Потому что... Мы товарищи по команде. Видимо, они не люди, Хай Чаи Ян. Я, Хай Чжи Ян, важная персона Восточной Федерации. Если буду учить того слабоумного, потеряю лицо. Что за чепуха? Суволочь. Сколько еще мы будем в этом чертовом месте? На помощь! На помощь! Что за дела, врых? Что происходит? Это не мы кричали. Со стороны ловушки. За мной! На помощь! На помощь! Спрячемся здесь. Не шумите. На помощь! На помощь! Кто-нибудь! Эй, осторожно, впереди! Лучше не шуми. Почему ты не дал мне предупредить его? Смотрела, кто-то упал в ловушку? Потому что люди позади еще не появились. Люди позади? Версу. Эта ловушка была сделана людьми, и я думаю, что не тем, кто только что упал. Тогда вполне возможно было сделано тело. Теми, кто преследует. Так напугали этого здоровяка, что тот, кто его преследует, точно не простой. Пришел. Прошу, не убивайте. У меня есть дочка. Умоляю. 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 На этом острове, что же все-таки происходит? Умоляю. 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 Девушки отдыхают 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 Что такое Девушки отдыхают 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 Он может понять Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают